Работаем с ребятами от 2 до 6 лет. Так, я буду отключать звук тем, кто подключился, чтобы меня было хорошо слышно. Итак, и, собственно, какой вебинар сегодня я приведу и почему, собственно, я решила провести его, потому что мы всегда проводили наши занятия только в офлайне. Если честно, я не очень верила в онлайн-формат до настоящего момента. И вот буквально на прошлой неделе, у нас прошли первые тесты, появился опыт проведения занятий онлайн, и я увидела, что это оказывается не так бессмысленно, как может показаться. В общем, сегодня я хочу поделиться с вами этим опытом. И в первую очередь этот вебинар для родителей, в том числе, конечно, и для педагогов. Я знаю, что некоторые педагоги записывались сегодня на вебинар. Я расскажу вам, так скажем, помогу вам. То есть сегодня у меня такой воодушевляющий, я надеюсь, будет вебинар. Я подготовила очень интересную информацию, связанную, в принципе, с онлайн-обучением. Хочу вам сегодня рассказать, естественно, о плюсах и минусах, потому что, естественно, кому-то он заходит, кому-то не заходит. Это тоже нормально, это нужно тестировать, как и разные методики, да, кому-то подходит, кому-то нет. Также я расскажу вам сегодня о том, на какой опыт я ориентировалась, да, почему мы проводим занятия именно так. Я ориентировалась на опыт сезон зарубежной школы. Сегодня я покажу вам несколько, немного видео о том, как они проводят свои занятия, чтобы вы тоже увидели, да, что опыт у них такой есть, и они уже давно на самом деле это делают. Вот. И, конечно, самое главное, на самом деле, сегодня мне хотелось бы сделать этот вебинар о технологии, да, опять-таки в Zoom это позволяет. Я могу даже вас видеть, если вы включите видео. Можете задавать мне свои вопросы. Какие-то вопросы, которые я уже получала от родителей, я сегодня тоже озвучу. Вот. Но в любом случае вы можете здесь задать их мне, писать в чат, или вы хотите включать свой звук и спрашивать у меня напрямую. Я буду очень рада. Сегодня хочется сделать именно такой, да, вебинар поддержки, помочь родителям, педагогам, понять, что вообще такое онлайн и с чем его едят, да. Итак, давайте сначала начнем с вас. Значит, смотрите, я сейчас попробую использовать эту программу, да, Zoom, опять-таки, почему я взяла именно ее, потому что мы проводим ее, используем, точнее, ее на наших занятиях с детьми, если вы в дальнейшем, да, планируете заниматься конкретно с нами. Кстати, многие клубы, на самом деле, сейчас переходят на эту платформу, поэтому очень полезно будет ее потестировать. Вот. Поэтому давайте немножко мы сейчас попробуем, да, как ее использовать. Вот, в частности, я вижу, что сейчас уже вы научились включать и отключать себе звук, да, уже важный навык. И сейчас я хотела бы познакомиться с вами, узнать, кто у нас здесь педагоги, кто родители, и мы потестим еще одну функцию этой платформы, научимся здесь комментировать мою презентацию. Давайте сейчас попробуем, как это сделать. Сейчас я вам покажу. Секунду. Итак, я думаю, что сейчас вы видите мою презентацию. Итак, смотрите, чтобы нам с вами познакомиться, пожалуйста, поставьте метку «Я родитель» или «Я педагог». Мне просто интересно, да, какая у нас сейчас собралась аудитория. Чтобы это сделать, если не получится, можете просто написать в чате. Я думаю, чат будет проще найти, но если получится, давайте это сделаем. Смотрите, у вас есть... Сейчас я, кстати говоря, в чат вам скину, да, наш общий. Вот такая вот панель. И на этой панели есть кнопка... Я выслала сейчас в чат в WhatsApp. На этой панели есть кнопка «Комментировать». Смотрите, на этой панели, да, которая у вас снова появилась, там у нас есть мышь, выбрать текст. У вас есть такой значок, да, метка. Например, «Я педагог». Поставьте сейчас метку. Так, у меня что-то у самой не получается. А, вот, давайте, допустим, сердечко. Вы можете выбрать, там есть галочка, стрелочка, звездочка. Если не получается, пишите просто в чат. Просто хотела с вами потестировать. Ну, я просто тогда взяла бы вечером, чтобы тебя не гонять. Так, давайте я выклочу звук. Я слушаю. Я говорю, вообще бы на компьютере было удобно. Дорогие участники, кто присоединяется, пожалуйста, выключайте свой звук, чтобы... А, да, спасибо. Да. Чтобы он не отвлекал, да. Так, я смотрю, кто-то поставил стрелочку, да. Кто ещё разобрался с программой? Давайте немножко поиграемся. Ага, кто-то рисует, да. Можно нарисовать. Я родитель. Да, только поставьте, пожалуйста, один какой-то значок, чтобы я посчитала, кого больше. Педагогов больше в итоге сегодня. На самом деле для педагогов я планировала провести отдельный вебинар. Но сегодня в любом случае будет полезно, потому что я расскажу, да, тоже интересный опыт. Но всё-таки для педагогов немножко другая у меня будет история. Да, я расскажу. Вебинар, скорее всего, именно для преподавателей проведу на следующей неделе, во вторник, наверное. Так, хорошо. В общем, у нас получается больше педагогов... Ну, если, конечно, все разобрались, да. Давайте тогда двигаться дальше, попробуем ещё. Скажите мне, пожалуйста, тоже можете использовать эти метки. Давайте я сейчас их удалю. Смотрите, сейчас скажите мне, пожалуйста, вы за или против онлайн-обучения? Так. Ага, я не могу удалять ваши метки. Давайте сделаем новые метки. Я тоже пока ещё не до конца разобралась с программой. А, вот, вы удаляете, я вижу, да? А, вот, очистить все рисунки. Всё, разобралась. Поставьте, пожалуйста, метки, вы за или против онлайн-обучения? Сейчас, вот, как вы больше считаете? Вот вы бы своего ребёнка привели на онлайн-занятия? Или всё-таки считаете, что это больше... Больше, ну, не то чтобы бессмысленно, да, но вряд ли бы вы начали заниматься? То есть одно дело тестирование, а другое дело прям вот действительно заниматься вы бы хотели. То есть потестировать можно всегда, попробовать, пойдёт, не пойдёт, но после этого всё равно, как вы вот думаете, вы бы всё-таки дальше занимались, несмотря на то, что что-то, допустим, может не пойти вначале, да, потому что всегда дети привыкают. Ага, 50 на 50 у нас пока, да? Хорошо, сейчас мы будем с этим разбираться. Давайте пока верну себя. Спасибо вам большое, что попробовали. Я думаю, вам тоже было интересно. На самом деле, кстати, вот это вот, да, есть виртуальная доска ещё у Zoom, и там дети могут сами рисовать. Вы видели, там можно ставить разные метки, рисовать. Очень, на самом деле, полезная функция. Вот, поэтому если всё-таки вы планируете заниматься онлайн, вам она точно пригодится. Хорошо, что мы её сейчас попробовали. Итак, если, да, есть какие-то вопросы, вы можете подключать чат и писать там. Я буду отвечать пока, просто, так скажем, первая часть, да, у меня будет именно такая теоретическая, да, я расскажу вам, как я уже говорила о том, что такое онлайн-обучение, его плюсы-минусы и какие есть особенности. И вторую половину вебинара мы уже будем конкретно обсуждать ваши вопросы, я буду рада на них ответить. Итак, давайте будем двигаться дальше. Значит, что я вообще сегодня вам хотела рассказать? Хотела сказать вам честно, что вообще я за оффлайн-формат. Сейчас мы же говорим про детей от двух до шести лет, да, но вообще, в принципе, детей до трёх лет мы в Wanderland Kids отпустили в каникулы, да, на каникулы. Вот, потому что как работать с ними, если честно, я не очень представляю, хотя я не говорю, что это невозможно. Вообще, в принципе, события по всяких дней доказывают, что ничего невозможного не существует. Я знаю, что мои коллеги делают садик, делают развивашки для малышей, поэтому не говорю однозначно, но конкретно мы для себя решили, что малышей мы отпустим на каникулы. А с трёх до шести, как я уже говорила, на прошлой неделе мы провели первые тестовые занятия. Возможно, даже кто-то из вас, потому что я вижу, знакомые здесь имена уже присутствуют на пробных занятиях. Буду рада, если потом вы поделитесь, какой у вас был опыт. Я буду здесь рассказывать об опыте абсолютно честно, потому что мне нужно, с одной стороны, конечно, вас заинтересовать онлайном, потому что то, что я сегодня буду рассказывать, да, это больше именно позитивный такой момент. А второе, конечно, мне нужно рассказать вам то, с чем вы столкнёте, чтобы вы понимали реалии, что это не просто фуау, супер онлайн-формат, и вы обязательно должны это делать. Это не всем заходит, поэтому сегодня я буду максимально честной. И поэтому, начиная с того, что оффлайн действительно, это для детей абсолютно точно, как мне кажется, лучше, чем онлайн. Да, но опять-таки, смотря что иметь в виду, то есть если прям постоянные занятия с педагогом, приходить куда-то в клуб, заниматься там с реальными игрушками, да, видеть других детей, эмоции, для детей это супер важно, да, потому что вообще всё, что развивается у них в голове, да, их мозг, нейронные связи связаны очень много с физическими ощущениями, вот, чего не даёт, естественно, онлайн-формат. Но мы про него, на самом деле, сейчас тоже поговорим, там есть свои, естественно, плюсы, вот. Но, тем не менее, да, жизнь иногда ставит перед нами определённые обстоятельства. Сейчас именно так и получилось, что мы просто safe at home, да, мы дома, и чтобы чем-то занять ребёнка, естественно, нам приходится находить какие-то варианты. В частности, клубы тоже сейчас практически все перешли в ОНН, предлагая свои услуги, поэтому, пожалуйста, пробуйте. Даже садик, я знаю, что сейчас переходит в онлайн, то есть занятия, казалось бы, да, можно там 40-45 минут с ребёнком как-то позаниматься, ну, садик, это несколько часов, как детей занимаются, и тем не менее, даже это возможно, поэтому, если вы ещё не пробовали, хотя бы попробуйте это, да, сегодня, в частности, о том, что можно хотя бы просто give it a try. Итак, в общем, волею судеб, да, казалось, что онлайн-формат оказался ближе, чем мы могли себе представить, даже я. Да, и вообще, что сегодня, из чего я хотела бы начать, да, сделать такой небольшой экскурс вообще в мировую ситуацию, потому что я считаю всё-таки, несмотря на то, что для детей оффлайн мне хотелось бы всеми силами сохранить, я считаю, что онлайн-обучение вообще, в принципе, это будущее наше, да. Так, кто присоединяется, я буду отключать ваш звук, пожалуйста, отключайте сами, если уже разобрались, как это сделать, так, кому-то уже отключил. Да, звук можно будет включить позже, когда мы будем решать вопросы, сейчас пока просто, пожалуйста, послушайте меня. Итак, я говорю о том, что будущее за онлайном, сегодня хотела привести вам несколько примеров, показать вам даже несколько видео о том, чтобы вы просто, да, немного поменяли своё представление, да, вышли, так скажем, за рамки, потому что это нам сейчас кажется, что онлайн, допустим, там, для детей неподходящий, или там, что такое некоторые онлайн-программы, с которыми мы никогда в жизни не встречались, то есть всё новое, естественно, это нормально в человеческой психологии всегда воспринимать, так скажем, штыки, да, не сразу же принимать это, это нормально. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это просто посмотреть шире, да, осознать, что происходит, потому что на самом деле через какое-то время, скорее всего, я в этом практически уверена, онлайн-обучение не будет уже восприниматься как нечто невероятное, да, или там, нечто особенное. Скорее всего, наши дети будут учиться с этими виртуальными очками, в виртуальных комнатах, с роботами. Я сейчас не говорю уже даже про планшеты и компьютеры, абсолютно точно будут разные новые платформы, вот. И хотела вам, кстати, показать одно видео. Меня, если честно, очень как раз вдохновило рассказать вам, да, об этом, как раз этот фильм. Я смотрела его, по-моему, в восемнадцатом году. Не знаю, видели вы или нет. Вот он, да, называется он, сейчас скажу, «Первому игроку приготовиться». Я выключила звук, там просто трейлер, да, рассказывается о чём фильм. В общем, смысл в том, что, ну, это 2045 год, вы видите, да, как выглядит этот город в Америке, вот. Собственно, люди там живут у Бога, мягко говоря. И единственная их радость — это то, что они выходят в виртуальную реальность, которая называется «Оазис». Если вы видели этот фильм, то тогда вы помните, наверное, что там была за история. Вот, если не видели, интересно, посмотрите. Сейчас, возможно, у вас есть на это время. Вот, в общем, это, естественно, один из фильмов, да, где Голливуд нам рассказывает о будущем. Таких фильмов, конечно, гораздо больше. Это и «Матрица», и «Аватар», да, который вы тоже, возможно, смотрели Джеймса Камерона. Вот, в общем, они уже давно, в принципе, они уже давно, так скажем, говорят о том, что виртуальная реальность реальна в том плане, что она уже сейчас, это будущее наступает нам на пятки, уже сейчас есть эти очки, да, которые очень любят подростки, и наши дети, которые пока еще маленькие, но абсолютно точно будут этим увлечены. Вот, поэтому, так скажем, то, что это произойдет практически 100%. Что я хотела сказать про сферу образования, да, то есть это, так скажем, просто в будущем, что будет происходить, и что онлайн так или иначе придет в нашу жизнь уже сейчас, да, не знаю, может быть, там, где-то через 5, через 10, через 20, когда мы с вами еще будем живы. Сейчас, собственно, нашим бабушкам уже сложно, да, что там разбираться во всех этих программах, но, тем не менее, сейчас для них это совершенно новый мир, для нас это тоже будет новый мир, это просто нужно принять как данность, да. Что касается образования, да, потому что мы все-таки сейчас говорим с вами о занятиях, естественно, в образовании, опять-таки, если вы изучали эту тему или, может быть, слышали, то, конечно, образование, и уже даже в России сейчас, да, я уже даже не говорю про зарубежные страны, про Америку, самую передовую, да, страну, конечно, они говорят о том, что образование, то, каким оно было, дон, там, для нас, да, для наших родителей, абсолютно точно должно меняться. И если раньше ставился акцент на, допустим, какую-то рутинную работу, да, нужно было что-то заучивать, запоминать, учились какой-то одной профессией и на года, то сейчас, естественно, это не работает. Нашим детям это абсолютно точно не нужно, да. Я не говорю о том, что их не нужно учить, там, усидчивости или внимательности, или, там, уважению друг к другу, это некие такие social, да, skills, то есть социальные навыки, которые нужны всегда. И как раз-таки именно они в большей степени будут нужны нашим детям для того, чтобы формировать именно вот этот человеческий аспект, да, самые лучшие человеческие качества воспитывать в себе, умение работать в социуме, общаться, убеждать, доносить информацию, уметь руководить другими, да, если это какой-то руководящий состав, уметь договариваться. В общем, то, что сейчас на слуху, то, что сейчас в тренде, все эти эмоциональный интеллект, да, которым очень активно занимается Виктория Шаманская, в общем, всё это неспроста, да, потому что действительно нашим детям это будет необходимо. Вот. Ну и, соответственно, что касается тех же профессий, например, да, почему сейчас так ставится акцент именно на эти social skills, да, на эти навыки, да просто потому, что рано или поздно не будет многих профессий. Тоже, кстати, хотела вам показать, я заходила в новости вчера, да, сейчас вам покажу. Вот, кстати, да, это тоже одна из новостей, по-моему, из Times, New York Times, в общем, откуда-то из зарубежных источников я брала, что международный вот этот институт McKinsey утверждает, что 50% всех сейчас оплачиваемых работ будет делать искусственный интеллект. И такие профессии, как кассир, бухгалтер, почтальон, кто там еще, менеджер по туризму, даже таксисты, да, эти профессии умрут. В общем, нашим детям уже эти профессии будут необходимы. В этом развиваться смысла нет. Вот. Поэтому, в общем, к чему я веду, да? Так, кто включил звук, пожалуйста, выключайте. Спасибо. К чему я веду? К тому, что мир меняется, да, и мы должны, как родители, уже сейчас просто принять этот факт. Принять тот факт, что будущее уже наступает нам на пятки. Мой ребенок, которому всего два года, он уже еще не говорит целиком предложениями, но знает, как открыть программу на телефоне, собирает там пазлы, уже умеет включать телевизор. Ну, в общем, что я вам рассказываю, вы сами все прекрасно знаете, вы родители. Вот. Поэтому это просто нужно принять. И онлайн-обучение — это то, что уже есть сейчас. Не зря онлайн-школы так популярны, и они абсолютно будут развиваться еще дальше с помощью... Ну, то есть, опять-таки, я не говорю о том, да, что то, что есть сейчас, это и есть то, что останется при этом, и что-то будет развиваться. Потому что детям сейчас, на данный момент, да, с трех до шести лет, просто заниматься перед компьютером все равно скучновато, потому что они видят человека, они, может быть, видят какие-то презентации. Но это же тоже будет меняться. Опять-таки, да, я возвращаюсь к тому, что будет создаваться виртуальная реальность. То есть дети, находясь у себя дома, будут оказываться в кабинете с другими детьми в виде аватаров. То есть я верю, что это действительно произойдет. Поэтому, в общем, небольшой такой взгляд в будущее. Итак, ну что, давайте двигаться дальше. Это был такой небольшой экскурс о том, что нас ожидает. Надеюсь, вас это вдохновило. И сейчас я снова покажу вам свою презентацию. Я подготовила там несколько пунктов... А, кстати, да, вот я еще что хотела рассказать. Смотрите, я смотрела, насколько активно, да, используется это онлайн-обучение в зарубежных странах и столкнулась с тем, что многие действительно используют онлайн-обучение, когда это просто необходимо. Смотрите, вот, есть дети, да, там школьники в разных странах, там, в Китае. по-моему, по-моему, где-то в Латинской Америке. В общем, они добираются до школы несколько часов через какие-то препятствия, через безумные просто какие-то мосты там, по горам. Вот, смотрите, по-моему, это в Китае как раз. В общем, я к тому, что онлайн-обучение в данном случае, я считаю, это вообще просто must-have, потому что эти несчастные дети, которые так пробираются в школу, для них это просто обязательно, да, если это возможно, проходить обучение онлайн, чтобы не совершать такие сумасшедшие перемещения. Итак, ну что, да, теперь давайте перейдем к плюсам-минусам. Осталось нам разобрать, особенности. Итак, ну, что касается плюсов, я думаю, это тоже очевидно, да, что действительно это удобно, не нужно тратить время на дорогу, не нужно выбирать, там, не знаю, какие-то... по поводу времени, да, что занятия могут проходить более удобное время, потому что действительно сетку расписания можно расставить более обширную. Если ребенок болеет, вы можете проходить эти занятия без перерыва, вы можете выбрать свой темп обучения на онлайне, это возможно, то есть кто-то может заниматься чаще, кто-то реже, то есть действительно расписание можно составлять более гибко. Я действительно считаю, что онлайн-обучение это прогрессивно, и чем дальше, тем более это будет интересно. Ну, и один из тоже очень приятных плюсов онлайн-обучения, что, конечно, как правило, оно дешевле, чем оффлайн, потому что не нужно платить за локацию, да, за аренду, и поэтому за счет этого как правило, такие предложения дешевле. Какие есть минусы? Конечно, это самодисциплина, в принципе, когда у нас родители присоединяются к занятиям, я сразу говорю, что большой, прям вот колоссальный разница между тем, что вы ходите в клуб или вы посещаете занятия онлайн, нет, потому что вам также нужно готовиться, вам также нужно настроить ребенка, да, вам нужно там приготовить для него какие-то материалы, ну, опять-таки, все проводят занятия по-разному, да, кто-то просто перед компьютером, да, ребенок там общается с преподавателем, у нас, например, занятия проходят в том числе и с игрушками, я об этом чуть позже расскажу, вот, поэтому, конечно, к занятию нужно подготовиться, там, быть вместе с ребенком, быть вовремя, не опаздывать, ну, в общем, да, все то же самое, что и касается оффлайн-занятий. Насчет того, что ребенок не взаимодействует физически с педагогом и с другими детьми, конечно, это большой минус, на самом деле, самый большой, на мой взгляд, как преподавателя. Связь, это тоже, кстати, минус, потому что, опять-таки, сейчас тоже не все смогли подключиться к вебинару, да, потому что не смогли разобраться, как это сделать, то же самое происходит на занятиях, родители не сразу подключаются, могут быть перебои в связи, в общем, конечно, это тоже большой минус. Вот, но это решается, на самом деле, тем, что мы делаем запись занятий, кстати, и высылаем, то есть вы можете с ребенком, да, если вы попустили какое-то занятие по этой причине и по любой другой, вы можете послушать этот вебинар в записи и попрактиковать дома хотя бы так. Ну, в английском это сделать особенно проще, да, потому что ребенок погружается в языковую среду, поэтому это всегда полезно. Ну, и, конечно, фидбэк от педагога, то есть обратная связь, тоже она страдает, потому что, если вживую, да, педагог может, там, как-то больше сориентироваться на ребенка, там, как-то ему подсказать, помочь, в конце концов, взять его за руку, да, как-то заинтересовать, то здесь мы ограничены в этом, все, что мы можем сделать, это сделать суперинтересное и супервеселое занятие, чтобы привлечь внимание, да, но тем не менее, чисто физически это сделать невозможно, поэтому родители очень важны на занятиях здесь. Какие есть особенности? Вот я говорю, да, что мы конкретно проводим занятия вместе с родителями, особенно, если это первое тестовое, конечно, ребенку, как минимум, нужно все это включить, да, нужно подсказать ему, конкретно, когда проходят наши занятия, родители слушают, как ребенок произносит, произносит ли он вообще, пытается также его завлечь, то есть это совместная работа. Если вы хотите просто, да, так скажем, отдать ребенка на занятия и заниматься своими делами, то как минимум на первом тестовом это не получится абсолютно точно. Я знаю, что есть такие занятия один на один, да, где индивидуальные уроки, и ребенок занимается только с педагогом, у нас просто это по-другому выстроено, дети занимаются с игрушками, да, то есть они прям играют, поэтому здесь это сделать сложнее, ребенку так или иначе нужно будет что-то подсказывать. Но опять-таки со временем, опять-таки, когда дети привыкают к формату вовлечения родителей, нужно будет абсолютно точно меньше, да. Вот, как раз то, о чем я говорила, да, что не только гаджет, но и физические предметы, то есть мы на занятиях принципиально, я в этом плане принципиально, как педагог-психолог, считаю, что детям до школы нужен не только гаджет, не только говорящая голова, но это лично мое мнение. Если это возможно, я буду это использовать, и я буду просить родителей подготовить какие-то игрушки, подготовить, там, какие-то предметы, чтобы он мог это потрогать, то, что мы проходим, да, но опять-таки, скорее всего, это используют все, как минимум, можно распечатать, да, что-то на листочке, если это уже те, кто, да, пишет, читает, можно что-то там писать, обводить, ну, если малыши, конечно, можно делать какое-то творчество, да, хотя бы элементарное. Вот, ну, по поводу связи, да, я уже сказала, что еще важно для занятий убрать отвлекающие предметы. Бывает такое, что ребенок, ну, понятно, что это у вас дома происходит, то есть это, это довольно сложно сделать, да, что если он любит там, не знаю, ну, здесь лежит какая-то интересная для ребенка игрушка, например, для моего сына это могут быть какие-то там мячики, да, то, конечно, перед занятием нужно убрать все отвлекающие игрушки, спрятать эти мячики, чтобы он не хотел на них отвлечься и поиграть. То есть, опять-таки, да, это подготовка пространства к занятию. Вот, ну, и, конечно, да, тоже уже это упоминалось, что ребенок может быть меньше вовлечен в процесс из-за отсутствия именно вот этого физического контакта, да, контакта даже не только там рука в руку, да, что ребенок может потрогать, там, то в том числе и вот этот eye contact, да, когда ребенок и педагог смотрят друг в друга в глаза. Что не меняется, это абсолютно точно регулярность занятий, и сегодня я хотела поставить на это акцент, да, так как вы, родители, и вы в первую очередь решаете, что вашему ребенку нужен или не нужен английский, ребенок этого не может решить, да, повторюсь, будущее, которое будет уже скоро, да, оно, конечно же, требует определенного вложения в ребенка, он должен учиться многим навыкам, на мой взгляд, язык тоже важный навык для общения в том будущем, которое уже скоро наступит, да, поэтому так как ребенок сейчас не знает, что у него будет в будущем, и он и не обязан, и он никогда не будет этого делать, потому что у него нет дальновидности, дальновидность есть только у взрослого, поэтому я всегда говорю родителям, да, которые приходят на занятия, вот мы потестировали там урок, ой, моему ребенку там не очень понравилось, вот, во-первых, ребенок не обязан сразу же полюбить занятия, это касается любых занятий, и онлайн, и офлайн, да, потому что он привыкает к педагогу, он привыкает к другим детям, если это офлайн, к аудитории, если это онлайн, он привыкает к самому формату, ну, в общем, здесь очень много факторов, которые могут отвлекать его, то есть есть дети, которые им сразу это заходит в силу темперамента, есть дети, которым это заходит не сразу, по разным причинам, вот, но тем не менее, я считаю, что ребенок должен попробовать хотя бы, не знаю, там, три, четыре раза, некоторым нужно больше, восемь раз, чтобы абсолютно точно понять, что если он восемь раз пришел на занятие и вообще вот ничего абсолютно не делал, что странно, да, наверняка что-то он все равно как-то должен был участвовать, ну, всякое бывает, да, ребенку не зашло, то тогда и не имеет смысла действительно проводить такие занятия, вот, но тем не менее, решить для себя должны вы, если родитель что-то решает, то ребенок автоматически на это подстраивается, да, это не подростки, у которых уже есть свое оформленное мнение, и, как правило, с мнением родителей они не считаются, это дети, мы можем, умеем, и это абсолютно точно, да, что имеем право их убеждать, вот, поэтому регулярность занятий, если вы решили посещать занятия, если вы считаете, что английский вашему ребенку нужен, в таком случае посещайте такие занятия и старайтесь сделать так, чтобы они были регулярными в одно и то же время, ну, вот, по поводу ответственного отношения от родителей, да, это как раз то, что я уже сказала, итак, теперь, хотела поделиться тем, как это делают за рубежом, давайте немного вас развлеку, покажу вам видео, сейчас, секунду, значит, смотрите, когда я составляла, собственно, нашу программу, да, Wonderland Kids, конечно, я ориентировалась на зарубежный опыт, всегда на самом деле так делаю, вот, и я нашла несколько наших зарубежных коллег, которые успешно уже преподают английский для детей, дошкольников в онлайн-формате, уже на самом деле несколько лет, то есть, когда был бум, вот эти все онлайн-школы пошли, наверное, лет в пять минимум, вот, у них уже есть опыт, они активно им делятся, один из самых, по крайней мере, в Ютубе очень много их видео активных, это VIPKIT, кстати, не посмотрела, откуда они, возможно, из Канады, ребята, вот, в общем, здесь есть педагоги, которые даже выкладывают свои демо-уроки, давайте посмотрим буквально пару минут, как они проходят, да, и после того, как мы познакомимся с их опытом, я вам расскажу, как это делаем мы, Wondering Kids. Проходит категория цвета, а, цвета в данном случае, да, жёлтый, красный, зелёный. Здравствуйте, друзья, меня зовут Артём. Ну, вот видите, да, это минус Ютуба, сейчас он будет показывать нам рекламу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The rabbit is close to the carrot Давайте покажу вам еще одно видео And that's very young for VIP kids, very young Вот еще одна девушка Кстати, вот это интересное видео Здесь снимает со стороны Посмотрите, сколько у нее рядом игрушек Сейчас она будет проводить занятия Я думала, опять будет реклама Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте посмотрим еще одно Здесь вот молодой человек ведет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok It's red Fantastic! Good work! Okay, let's say loud, quiet, and quieter First, let's say it loud Hello, apple Great! Let's say hello, apple Hello, apple Hello, apple Fantastic! Good work! High five! Up! Well done! Okay! What a bad Okay, ну что, давайте, да, немного показала вам, как это проходит Вот, конечно, как вы уже заметили, да, педагог должен быть очень таким эмоциональным, веселым, улыбающимся Наверное, тоже вы обратили внимание, что они показывали на вот так вот рода, или на подбородок, на губы, когда ребенку нужно говорить, и показывали на ухо Это тоже мы стали использовать на занятиях На самом деле, я давно уже, конечно, знаю про этот метод, многие педагоги тоже это используют даже и на наших офлайн занятиях, да, чтобы ребенок понимал, что ему сейчас нужно сказать, они уже тоже привыкли к этому жесту Вот, что еще, конечно, очень много игрушек, то есть они используют либо какие-то карточки, да, показывают, либо там, puppets, перчаточные какие-то или пальчиковые игрушки, да, чтобы ребенок, так скажем, видел хотя бы то, с чем он любит играть, да, вот, но мы, кстати говоря, также используем активно презентации, у них это просто встроено, да, в их программах, в которые они работают У нас конкретной программы нет, мы используем Zoom, вот, но, тем не менее, презентации у нас есть, собственно, то, как я вам сейчас ее показываю, а также видят наши дети Что еще я использовала из их опыта? Ну, вот, кроме, да, вот этих движений, да, мы всегда тоже, кстати, делаем high-five, очень часто используем это на занятиях, любые поощрения, конечно, педагоги, да, и когда я вела в том числе это занятие, сейчас мы тоже его посмотрим, оно очень такое эмоциональное, яркое, то есть, вообще, в принципе, когда я задумывалась о занятиях в онлайн таком формате, я думала именно про такие вот компьютерные игры, да, где дети, вот, то есть, там, все такое яркое, красочное, там, какие-то разные, не знаю, овощи, фрукты, какие-то животные там постоянно перемещаются, их нужно там что-то с ними сделать, собрать какой-то пазл, их распределить по, там, не знаю, каким-то понятиям, и потом, значит, появляются какие-то поощрения, там, звездочки, хлопушки, в общем одни из таких хлопушек я даже специально использовала для наших занятий, и мне действительно хотелось добавить вот этот вот элемент очень такого яркого фана, собственно, то, что и привлекает понимание детей, да, то есть здесь мы тоже должны понимать, что все мы, педагоги, стараемся по максимуму притянуть ребенка к нашим занятиям, там, к экрану, к педагогу быть внимательными, чтобы был эффект, да, чтобы они слушали и отвечали, вот. Что еще, кстати, в нашем занятии, что мы использовали, я тоже уже об этом упоминала не раз, что мне было важно, чтобы дети не просто сидели у экранов-мониторов. Я так и не смогла найти, если честно, в Ютубе, может быть, плохо искала, варианты, когда дети могли бы вставать и двигаться, и тоже не видела, чтобы дети прям играли с какими-то реальными игрушками. Не могу сказать, что я единственная, кто это делает, это было бы глупо предположить в таком большом мире, вот, но, тем не менее, хочу сказать, что мы делаем это так. Это имеет свои минусы, потому что родителю действительно нужно подготовиться быть рядом с ребенком, но именно в качестве преподавания со стороны детей я вижу в этом колоссальные плюсы, потому что ребенок все-таки это трогает, да. Напомню, что вот это все физическое для ребенка — это супер важно, и он лучше запоминает, на мой взгляд. И когда он встает, и не просто сидит, да, может встать, попрыгать, побегать, для него это тоже огромный выплеск энергии, и он лучше запоминает, лучше циркулирует кровь в голове. Короче, я вообще за то, чтобы дети двигались, даже если это онлайн-занятие. Поэтому, конечно, эту нашу оффлайн-составляющую, да, когда дети играют с конкретными, там, с реальными игрушками и двигаются, мы тоже внесли в свои онлайн-занятия. Давайте я покажу вам, как проходило наше занятие. Это тестовый урок, который я проводила первый раз. Да, кстати, я использовала песенки, super simple songs. Смотрите, вот сейчас я ребятам буду рассказывать про волшебную страну, я, конечно, не буду показывать вам со занятия, она длинная. Покажу просто некоторые кусочки, как я ввожу их в курс дела, да, сначала я рассказываю им по-русски, потом мы играли, потом у нас было творчество, творчество, и сейчас постараюсь найти, показать вам хлопушки. Ну что, давайте чуть-чуть подскажу вам, как мы с вами сегодня будем в волшебной стране играть. Смотрите, когда я вам показываю вот так народ и скажу say... Так, ну да, это про то, что им нужно говорить, это первый раз, да, потом у нас была песенка, под песенку мы... Так, а вот пришел Teddy Bear. Так, не отвечают детки. Давайте я промотаю дальше, вот как это выглядит. Так, ну да, вы видите, что дети тоже не сидят, они могут двигаться, не обязательно быть прямо перед монитором, они все равно слушают. Сейчас я найду, где они прямо уже двигаются. Вот, собственно, игрушки. У них тоже они были. В их коробочках они тоже могли их достать, потрогать. Потом в конце мы это вместе играли. Они тоже доставали и называли... Вот, видите, у них тоже есть игрушки в руках. I do. Так. It's very good. Сейчас я просто ищу где играю. А, вот, мы сейчас будем двигаться. Три, четыре, две, три. Ой, ты так «цgyptipe»! Ну, ты так « Esp 고민»! Ты окей, шшити? Так, в общем, да, здесь мы практиковали фразы. Вот, собственно, презентация, где они тоже угадывали, кто это. Знаешь ли ты? Это Мишка, это книжка, это машинка. Так, а здесь, по-моему, дети уже... А, сейчас будет творчество. Там Мишка расстроился, потому что у него нет домика. Да, здесь дети вместе с родителями делают творческое задание. И вот они показывают, что у них получилось. Вот, они снова встают, сейчас мы будем петь песенку. Ладно, я думаю, вы поняли. На самом деле, это видео есть в доступе. Я, как правило, отправляю его тем, кто хочет, в принципе, познакомиться с тем, как проходят наши занятия, и чтобы вы поняли, что вообще там происходит. Плюс, конечно, мы проводим тестовые занятия, где вы со своим ребёнком уже можете это попробовать. Вот, поэтому давайте пока о занятиях, как мы их проводим, мы сейчас закончим. Итак, ну что, давайте перейдём к вашим вопросам. Вы можете включать свой звук, задавать их мне, рассказать, может быть, о своём опыте, может быть, вы посещали уже какие-то занятия. Можете написать в чат, можете включить звук. Вот, если вопросов пока нет, давайте, может быть, я озвучу некоторые, которые мне задавали родители ранее. Вот, в частности, один из вопросов, да, который возникал у родителей, когда мы уже обсуждали, да, наши тестовые занятия. Один из них был связан с тем, что, например, если я работаю, а дома находится бабушка, да, ну, конечно, бабушкам сложнее разобраться с техникой, это абсолютно точно, поэтому я всегда заранее высылаю ссылку на программу, так как вы сейчас, да, тоже её скачивали, и мы даже можем созвониться непосредственно с этой бабушкой, ну, то есть, когда вы установили уже, да, там, на компьютер, на планшет, мы можем созвониться с бабушкой и просто ей ещё раз там подсказать, что и куда нужно нажать. Вот, пока у наших бабушек, с которыми мы общались, у всех был WhatsApp, поэтому там было удобно созвониться через видеосвязь, и, соответственно, по видео мы подсказывали, куда что нужно нажать. Вот, поэтому, опять-таки, если у вас дома бабушка с ребёнком, не отбрасывайте тоже этот формат, можно это как-то решить, опять-таки, если на тестовом занятии мы решимся, то впоследствии это будет уже проще, она будет знать, куда нажимать, и, в общем-то, это всё реально. Ещё один тоже из вопросов касался того, можно ли выходить с телефона, на самом деле можно, но, конечно, для занятий я рекомендую использовать хотя бы планшет, в идеале, конечно, ноутбук. Я думаю, вы понимаете, почему это из-за размера картинки, да, чтобы ребёнку было интереснее, чтобы он видел лучше и самого педагога, и какие-то там игрушки, которые он использует, они с маленького экрана, да, где они так хорошо видно. Но, тем не менее, у нас есть и такой опыт, где родители в силу разных причин, да, может быть, из-за того, что техника подкачала, проводили, показывали занятия именно с телефона, и ребёнок всё равно занимался, вот, поэтому это тоже, то есть это не ответ, что нет, абсолютно точно это не подойдёт. Лучше использовать компьютер, но, тем не менее, можно и выходить с телефона. Так, Мария задала вопрос. Видите ли вы обратную связь от детей после онлайн-занятий, что говорят родители, хватает ли концентрации внимания у трёхлеток для целого занятия? Да, я, конечно, всегда общаюсь с родителями после тестового занятия и уточняю, как вообще всё прошло, потому что мне это самое важное, особенно после первого теста, да, когда я совершенно не знала, что это такое онлайн-занятие. Я, конечно, я общалась со всеми, я просила у всех обратную связь, мне высылали фотографии, видео, с чем я сталкивалась, да, ну вот я тоже, на самом деле, уже рассказывала, что дети, там, могли не всегда повторять, да, дети не всегда пели. Или обычно на занятиях мы просим детей петь за преподавателем, да, то есть это тоже тестирование как для нас, так и для вас. То есть впоследствии, конечно, мы даём какие-то новые рекомендации. Как правило, они связаны просто с тем, что ребёнок повторял за преподавателем, да, по факту чего-то такого особенного здесь больше нет, потому что это язык, да, мы занимаемся здесь в первую очередь языком. Вот, поэтому это главное, да, что ребёнок должен делать. Что касается концентрации, это очень сильно зависит от самого ребёнка, то есть здесь я не могу абсолютно точно вам сказать, что все прекрасно сидели или никто вообще не сидел. Опять-таки, я же не говорю о том, что они должны прям сидеть, да, за стулом и постоянно смотреть в монитор. Мы не проводим занятия так специально, потому что я уже давно работаю с детьми, и я понимаю, что им нужна эта двигательная активность. Поэтому, так как есть возможность стать попрыгать, есть даже возможность, на самом деле, отойти и заняться своим делом, да, в чём вообще огромный плюс именно самого английского, что это погружение в языковую среду. И наши малыши, например, которым до трёх лет, у нас в принципе нет такого, что они должны обязательно проделывать все активности. Самое главное, что они погружаются в языковую среду, и они автоматически всё это выдают. То, что воспринимает детский мозг, мы даже не представляем, как это работает, но это работает абсолютно точно, что дети, там, спустя какое-то время непонятно откуда берут эту информацию. На самом деле всё понятно, мы просто это всё впитывают. Да? Поэтому это нужно всё тоже тестировать, проходить, пробовать. То есть, опять-таки, в первую очередь, вы должны для себя понимать, что вам это интересно и что вы хотели бы продолжить. Да? Если вы сами настроены на занятия, ребёнок, да, вот на что я тоже хотела бы поставить акцент, если вы сами настроены на занятия, то ребёнок тоже будет воспринимать это как что-то важное. Если с первого раза у него не получится, то в дальнейшем ему будет проще. Елена спрашивает. Пробовали занятия, столкнулись со сложностями? Либо видно, что делает ребёнок за столом, либо его реакцию при воспроизведении видео или музыки идут сбои со связью. Что посоветуете? Так, сейчас пойму вопрос. В общем, сбои со связью, да? Смотрите, я не знаю, где вы пробовали занятия, у нас или где-то в другом месте. Вообще, когда вот сейчас, да, мы даже с вами в Zoom я попросила вас отключить ваш звук, потому что, когда вы отключаете звук, вы прекрасно слышите меня, то есть также дети прекрасно слышат педагога. Мы уже потестировали, конечно, мы проводим занятия не в таких больших группах, как то, что вы видели, там у меня было 10 детей. Сами понимаете, да, что даже в оффлайн-группе это сложно, когда так много детей. В онлайне это тоже непросто, но на самом деле на этом занятии мы не ставили акцент на именно обучающую, да, обучающий аспект. Мы скорее хотели показать родителям еще, в принципе, что это и как это проходит, поэтому детей было много. Вот. В дальнейшем, конечно, мы делаем малые группы, это там два-три ребенка. Есть группы и больше, то есть это уже здесь зависит от того, там, на что родитель настроен, на стоимость абонемента и так далее, там несколько факторов. Вот. Но тем не менее, даже когда мы попробовали такие занятия с малыми группами и мы включали звук у всех, мы осознали, что лучше все-таки выключить звук, да, то есть что происходит? Абсолютно так же, как у на оффлайн-занятиях, разницы большой нет. Дети все равно ждут своей очереди. Вот представьте, передо мной сейчас три ребенка, хотя хотя бы три, да, я спрашиваю у одного, what's your name, допустим, или how are you, там, how old are you, неважно, любой вопрос, да, или мы там повторяем что-то. Это нормально, когда дети по очереди отвечают, да, не так же, что я спрашиваю там, ребята, как у вас дела, они раз, мне сразу все отвечают. Это важный в том числе и социальный навык, да, подождать, пока ответит другой. То же самое в онлайне, это не колоссальная разница. Просто педагог просто подключает конкретно кого-то одного, ему отвечают, другие слушают. Потом, соответственно, другого, то есть здесь большой разницы нет. Я к тому, что если идут сбои со связью, да, при произведении видео, музыки или когда говорят другие дети, мы обходим это тем, что просто выключаем звук у других участников и таким образом связь гораздо лучше, да, потому что когда много поступающих каналов, естественно, связь падает. Но, тем не менее, связь может быть связана не только с этим, она может быть связана с вашим интернетом, она может быть связана с интернетом педагога. Я говорила, что это сложность онлайн-занятий, к которым нужно быть готовым. Особенно, если сейчас, да, вы планируете продолжать занятия, допустим, летом или вы сейчас куда-то уезжаете в отпуск, сейчас многие разъезжаются. То есть, конечно, если вы уезжаете и там плохая связь, это может такое происходить, этого, к сожалению, не избежать. Здесь нечего, на самом деле, посоветовать, кроме как заранее найти место, где будет хороший интернет. Вот. Но опять-таки, как мы конкретно решаем этот вопрос, мы всегда записываем все наши занятия и высылаем их родителям в записи, чтобы ребёнок мог это ещё раз практиковать. Повторюсь, да, что важный аспект, чтобы ребёнок повторял. Поэтому, кстати говоря, очень много онлайн-курсов, которые проходят не вот так вот в живой, да, в прямом эфире с преподавателем, когда ребёнок там отвечает, преподаватель отвечает. А есть записи, таких онлайн-курсов тоже много, где ребёнок просто повторяет, то есть обратной связи нет вообще. Он просто повторяет, и здесь уже на веру родителя, как именно он говорит. То есть здесь уже нужно просто иметь, наверное, очень хороший слух, да, слышать, как говорит педагог, и слышать, как говорит ребёнок, поправлять его. Естественно, если у родителя хорошее знание языка, то ему будет проще. Если нет, то, в общем, есть, да, такой нюанс. Это тоже особенность онлайн-занятий. У нас занятия короче, чем офлайн-нет. Мы хотели сделать их короче. Но в итоге они проходят такой же по длине, да, такое же занятие. И, как оказалось, опять-таки, да, всё зависит от детей. Понятное дело, что под конец они немного устают, но абсолютно тоже происходит и на офлайн-формате, что дети устают от занятий. И, в общем, где-то 40-45 минут у нас дети занимаются, и те, кто занимается, те, кто вовлечён, те, кому нравится играть, проходят прекрасно. Ага, мои ребята пришли. Может быть, немного отвлекающих факторов. Давайте я ещё буквально пару вопросов сейчас задам, на пару вопросов отвечу, да, которые у меня остались. Вы, если что-то ещё есть, пишите тоже в чат или включайте звук. Смотрите, у меня ещё какой вопрос задавали, да, по поводу распечаток, да, или каких-то игрушек. Так как вам, да, нужно подготовиться к занятию, конечно, без, так скажем, игрушек, да, которые мы готовим к нашим занятиям, заниматься на занятии будет сложно. Но вы можете выбрать любые другие игрушки. Ну, понятно, что там есть определённая лексика, да, но тем не менее, если вы, там, не знаю, пару каких-то слов заметили, что-то другое, в этом ничего страшного не произойдёт. Педагог просто подскажет, как конкретно ваши предметы называть. То есть я просто к тому, что если вы, так скажем, переживаете, что чего-то у вас не окажется дома, это решаемый вопрос. И педагог абсолютно точно заранее пишет вам, что именно нужно подготовить. Теперь, что касается распечаток, тоже такой нюанс. Да, не у всех есть дома принтеры, но здесь это тоже особенность у нас занятий, да. Если вы находитесь в другом городе, у нас нет никакой возможности прислать вам эти распечатки домой, да. Если вы находитесь в Москве, и мы работаем в Москве, или, там, ходили к нам в клуб, то мы можем как-то через клуб, допустим, передать вам занятия, хотя клубы сейчас тоже закрыты. В общем, этот вопрос тоже нужно решать вам, как родителям. Если дома принтера нет, печатать где-то в другом месте или находить какие-то другие варианты. У нас, кстати, родители там сами что-то делали. Опять-таки, это занимает время, да, но это факт, это нужно будет делать. Например, там, не знаю, у нас было какое-то творчество, там нужно было нарисовать, распечатать домик, вот. У нас родитель просто его нарисовал и потом, в общем, вырезал или ребенок просто разукрашивал. То есть, варианты того, как провести какие-то творческие задания по-другому, они есть. Вот. Поэтому это просто нужно обсуждать с вашим педагогом. Так. Ну, наверное, все. Тут просто повторяются как раз вопросы с тем, что вы задавали. Поэтому я надеюсь, что на все ответила. Если какие-то у вас еще вопросы есть, пишите. Кстати говоря, я создала вот этот вот WhatsApp-чат, да, если у вас что-то еще появится, пишите туда. Мама, вот мой парень пришел. Let's say hello, hello. Hello, hello. Руки мыска. Да. Ну что, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за участие. Толя, неси вы, пожалуйста. Очень громко. Прошу прощения. Спасибо вам большое за участие. Повторюсь, да, если у вас какие-то вопросы еще остались, вы можете задать их в нашем... Так, Маргарита пишет. Как ребенок совмещает работу на столе и видеть экран с педагогом? Прекрасно совмещает. На самом деле мы показываем на экране даже не преподавателя, а то, что мы делаем. Мы записываем, кстати говоря, эту творческую часть на видео. Там прям видны, да, руки педагога. Ну, вот, кстати, когда я показывала видео с нашего занятия, вы, может быть, видели прям руки педагога, как он берет те же самые предметы. То есть то же самое, что на офлайн-занятиях. Мы делаем это вместе с детьми, да, там, подсказываем, показываем, что мы делаем и комментируем это на английском. Что там возьми, там, не знаю, глустик, да, там, намажь, вырежи, там, приклей. В общем, это все педагог так же абсолютно, как он на офлайн-занятиях комментирует по-английски. И ребенок, получается, он смотрит на экран, вот, например, сейчас, да, я смотрю, там, на вас, на себя, да, и вот здесь у меня стол, я сейчас могу что-то делать. То есть я делаю какую-то творческую поделку, смотрю на экран, слушаю, вот. Другое дело, что педагог не видит, что делают дети. Это да, именно поэтому нужен родитель. Без родителей, с малышами, конкретно в таком формате, как мы это проводим, никуда. Вот, но есть разные опции, там, где, естественно, родитель не подключен, это один на один. У нас тоже есть индивидуальные занятия. Вот, но опять-таки повторюсь, мне важно, чтобы ребенок делал что-то физически, да, поэтому здесь все равно так или иначе нужна ваша помощь. В каком объеме прям вы постоянно будете с ребенком сидеть и что-то делать или просто подскажете там пару слов, он будет все хорошо повторять за родителем. Это тоже зависит от ребенка, и здесь не могу сказать конкретно. Ну что, извините, я, наверное, буду вынуждена прервать сейчас связь, потому что малыши мои вернулись, хотят спать. Вот, спасибо вам большое за участие. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний вебинар, что я вдохновила вас попробовать эти онлайн-занятия, чтобы вы поняли, что так или иначе в будущем онлайн-занятия нас ждут, и это нормально, это даже интересно, в этом есть свои плюсы. Если кому-то интересно, пишите мне в личку и записывайтесь на тестовые занятия, я прошу вам расписание на следующей неделе. Если какие-то вопросы еще остались, пишите тоже в общий чат или мне в личку. В общем, я готова ответить еще на ваши вопросы. А сейчас давайте будем завершать нашу конференцию. Спасибо вам большое! Хорошего дня, увлекательных занятий, и, конечно, продолжайте языковую практику. Это важно, если вы уже занимаетесь языком. Bye-bye! Have a good day! Пожалуйста, была рада вас видеть. До свидания!